И как говорится, всем чипс, господа! Сегодня у меня 24 часа стрим, поэтому мы будем смотреть в это время ШГШ! Новая серия! Поставьте обязательно лайк, подписывайтесь на телеграм и залетайте, соответственно, на мой стрим, даже если сейчас вы видите этот видосик. Полетели ребяточки от первого лица школа 6, подкатил к училке, довели математичку и сдали директора глазами школьника. Полетели, ё-моё! Опять колокола, опять с кем-то прощаются, опять кому-то пиздец. Субтитры, так вы сделали не подарок! Ну сейчас, Полина! Веди кабана! Я увижу свою фотографию на стенде волиных учителей! Он из класса, я разочарована! За себя заступить! Он когда брал змею, пропал еще субтитры! Я эту школу сделаю! Гибель срабняю! О, как он из класса! Всем поставили отличные оценки, учитель вообще тот! Человек, который подарил ей свинью, стоит прямо в этой работе. Нам с Игорем нужно срочно домой. Ну что, друзья, школьные приключения и школьные истории в этом видосе! Канал Русал Блоненко, если ты еще не подписан, подписывайся прямо сейчас! Наша цель 4 миллиона подписчиков! И давайте под этим видосом до конца этого вечера соберем более 100 тысяч лайков! Приятного просмотра! Поехали! Ничто так не поднимает настроение, как тюльпан! Надеюсь, иди... На нее дрочит уже! Действительно нравятся такие цветы! Хе, и психолога забил! Дерзкий! А, он даже у нее в кабинете сидит! Нормальный пацан! Хороший! Молодец такой! Что ты делаешь? А, нет! Ты баран? Ты что пугаешь? Ты что, трабл с Полиной? Что ты прячешься здесь? С цветами? Это не Полине! А ты решил найти себе, наконец, нормальную девушку? Слышь! Я сейчас к Полине пойду и расскажу тебе, что ты тут один сидишь! С цветами! Не явно не для нее! А я тогда расскажу всем, что ты встречаешься с манекеном! Я просто посмотреть... А что он делал в натуре? Пришел, чтобы что? Короче, ладно. Я тебя не видел? Меня тут не было. Я тебя тоже не видел! Просто пришел посидеть рядом с манекеном. Че он, реально, делает? Пришел извиняться перед учительницей. Она что-то про меня еще говорила после ситуации со свиньей. Значит, все-таки повисит меня на доску! Скажите, что Дима заходил? А что? В этот раз без свиньи? Ну, не знаю. Скорее всего, она не поверит, что это от тебя. Ты умеешь смеяться? Может, передадите все-таки? Ладно, я передам. Так, хорошо. Они более-менее две адекватные. То есть они, я бы сказал, они нейтральные. Да че вы так переживаете? Это же всего лишь... А ты никогда не вырастешь! Ха-ха-ха! Блин, не растешь, ты хном! А ты наф-наф! Снимай, сказала тебе! Наф-наф? Поросенок, наф-наф! Комка, это внук вообще-то. Такое ощущение, будто стою на разборках у первоклассников. И из жестоких обзывательств. Это наф-наф и гном. Молоко на губах обсохнет? Тогда будешь еще не такие обзывательства слышать. Снимай, я тебе сказала. Так, если что, меня в школе сегодня нет. Видели, видели, как меня боится? А ну, стоять, пять будет сразу. Заташку я что тебе говорила? Интересно, конечно. Да че, ну, золотой состав. А что, почему вы недовольны-то? Че плохого в этом? Не понимаю. А что сегодня вообще у нас по урокам? Трэш? Уроки подождут. А трэш это то, как бабушка Саша портрет свой срывала. Я вроде тебя ни о чем не спрашивал. Эээ, Полин, какой сейчас урок? Ты что, до сих пор обижаешься? Погоди, золотой состав. А показывали, получается, еще картины, типа Александры Юрьевны в конце серии. Это, может быть, тоже к этому как-то можно связать? Так, а что у вас с дерзким? А то я вижу, что ты не только со мной на морозе отжалился. А у Димона новая методика от психолога. Угадал? Слышь, мальчик, завались. А тебе обязательно свой нос пихать во все дела? Я могу и сам за себя ответить. Мальчик, завались. Димон, ну я же вроде извинился. Вы не видели эту распупыренную Оливию Алексеевну? Кто глаз ко мне смотрите? А что такое? Я, по-моему, вопрос задала. Гном, твой выход. Не видели ее бабушку? Да ты со своим ростом мало что видишь. А что его кибер... И вот даже своя бабушка кибербулит по поводу роста уже. Свой внук бабушка. Я еще устрою ей. Она еще здесь не работает. А что? Утро начинается не с кофе. О, давай в этой спрашивай. Женщина, подожди. Ту бабу купай маль за жесткое обращение. Что происходит в этой серии? Слышь, ты со своей бабкой смотри, понял? Слушай, давай обиды отбросим. Как думаешь, они по поводу свиней пришли? А что за свинья, кстати? Думаешь, нам могут предъявить жесткое обращение к животным? У тебя есть другие варианты, почему менты в нашей школе. Что за свинья? Молодые люди, а не подскажете, где на данный момент находится директор? А зачем вам директор? А его нету. Его нету в школе, нам сказали не говорить. Просто что делать с тем, что произошло? Зачем сразу к директору? Давайте на месте сразу решим, так сказать. На месте решим? Вам это не по карману. Цену назовите. 30 тысяч. 30 тысяч за свинью? Видишь, даже дети вот так называют. Да, получается. Вот это хорошее было. А за жестокое обращение с детьми тоже штраф? Или сразу к чему? Гном смешной. Ладно, сами найдем. Так ну, нужно, чтобы они не нашли директора. Так, ладно, я с этим разберусь. Я заглашу свою дину, так сказать. А ты прикрой меня на уроне. Дима, может ты... Это не из-за свиньи, они реально не понимают? Иснишь? Давай потом. Вот тогда потом со своим дерзким и будешь разбираться. А твой психолог советует именно так общаться со своей девушкой? Или это уже инициатива от тебя? Скорее всего, психолог тут ни при чем. Точнее, он реально ни при чем. Так и будем все молчать? Что произошло? Ну, с последнего менты, моя бабушка, бабушка Камрана, ссора Полины и Димы, ссора Дерзкого и Димы. Что еще? А, директор. Нет, еще какая-то свинья в школе была. Ну, вроде все. Ну, блин, он на самом деле больше на кабана похож. Почему все про свинью сразу начали? Та свинья, которая пропала, нашлась в кабинете у Оливии Алексеевны. На партии. Какой-то школьник решил пошутить и подарил ей свинью. Интересно, кто? Каким нужно быть придурком, чтобы подарить учительнице свинью? Кто даже не подумал? Кто чувствовал, что свинья в этот момент? Может, ей тоже было неприятно? Правда, блин, ей реально было неприятно. На самом деле, вот так подумать, мне ее жалко даже. Потому что она бегала в страхе, там, ее как будто гоняли на съемках. Блин, жалко свинью, на самом деле. По поводу этого всего? Давай после урока. Все, я подам иск про издевательство о животных. Говорим. Софья Андреевна, да по вам часы сверять можно. Хоть раз бы опоздали. Секунду в секунду приходит. Вам палочка за урок, ученик. Это моя бабушка. Все возвращается на свои места. Твоя бабушка. Ну и мне палочка. Ну да. А теперь я пойду по рядам, и каждый из вас достанет... Либо змею, либо свинью. Смотрите на меня. Палочка. У меня же уже есть палочка. Тогда вам вторая палочка. Опускай руку. Если в коробке ни змея, ни свинья, значит сегодня еще один день самоуправления. Палочка. Я наслышана за этот учебный день. Вас так и тянет магнитом в тот кабинет, где это... Практикантка. Тьфу. Иначе не скажешь. Тиник, Амран. А чем вам не угодила Оливия Алексеевна? Вам палочка за урок. Да ты, блядь, ответь на вопрос поставленный. Хватит эти палки сувать в жопу. Я больше никогда не слышала на своем уроке этого имени. Софья Андреевна, а почему вы такая злая? Дело все в том, что у нас не все правильно понимают, как себя вести нужно в школе. Полиночка, берите билет. А Мануа Алексеевна одна из самых добрых учителей. Как она вам... Может, зависть какая у нее? Не знаю. И значит, палочка не будет? За собой следит Дима. Спасибо, Софья Андреевна. О, Софья Андреевна. Алексей Евгений, а вы что здесь делаете? А я, это, как его, это самое... А, я к вам на урок пришел посмотреть, как вы работаете. Только чуть хотел выйти. Очень хорошо, у меня как раз важный разговор есть к вам. Ну, прекрасно, все разговоры. Потом я сейчас ученик, а потом уже директор. Ксюша, да? Ну, да. Давай, вставай и иди отсюда. Куда? Вон, туда иди сядь. Давай, давай, вставай, вставай. Так, а ты что не сядешь? Вставай. Что за урок? Я, по-моему, представляю, менты же настолько тупые. Сейчас зайдут и просто сидят там 15-летний и, блядь, какой-то 50-летний мужик, ебать. Они такие, а, вы ученик, блядь, просто оставались на второй год. Понятно. Хотя, в принципе, в этом сериале менты всегда тупые, поэтому, да, это нормально. Так, продолжим. Я извиняюсь, а можно Дмитрия... А это директор уже так понимает. А они подумают, что это директор, и его арестуют. Да, правильно, все по канону. Так, подожди, я вроде как бы здесь. А, так его к директору менты вызвали. Так, никто никуда не идет, а вы выйдете из класса. Хорошо, тогда передам ментам, чтобы его они сами из класса забрали. А, не-не-не-не-не-не, из класса не надо, ментам, не надо. Он сам туда придет. Дмитрий, давайте, остывайте и отправляйтесь туда, вас там милиция идет. Идите, давайте. Алексей Евгеньевич. Мне так нравится директор, прямо, блядь, он такой охуенный. У нас урок. Ничего страшного. Он потом спишет у кого-нибудь. Вон, уфиши, например. Да он охуенный, реально. Так, сколько раз стоит змею, раз кормишь. Дмитрий, ну что вы стоите, идите, вас полиция ждет. Если что, вы меня не видели, понятно, да? Да, 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 давай, давай, давай. Так, короче, Димон, есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. А что с пальцем? Давай с хорошей. Странно, обычно выбирают плохую. Ну ладно, я придумал, как решить вопрос с оливкой. А плохая? А плохая она сейчас не в классе. И ты меня ради этого вызвал? Слушай, ну я же не знал, что она не в классе. Можно я пока в класс пойду? Так, короче, тебе я в ответственность поставил. Это хорошо. Да, иди, но когда я тебя позову, чтобы был как штык. Что там, в классе про меня спрашивали? Нет, вместо тебя сейчас директор сидит. Что? Неважно. Короче, как будет все готово точно, зови. Я в класс. Дерзкий. Твоя идея точно сработает? Димон, ну я же сказал. А когда не работала? Всегда работала. Я все порешаю. Длина любой стороны треугольника будет всегда меньше суммы длин двух других его сторон. Ничего не понял. Я вот никогда не понимал. Я даже заучил эту фразу, типа, что за хуйня, какие-то набор слов. Ну, напрашивали. Про меня спрашивали. Да нет. Спросили, не нарушаю ли я закон или знаю те, кто нарушает. А? А что ты ответил? Что не нарушаю, никого не знаю. Хе-хе, молодец. Спасибо. Ты не ты. Ученик, взяти на место, блядь. Сейчас вам палочку поставят. И я, прикинь, прокатилась. Значит, длина наибольшей стороны треугольника будет больше суммы длин двух других его сторон. Неправильно. Садись, палочка. Софья Андреевна, это уже пятая палочка за урок. А меня не волнует, какая по счету ваша палочка. На моем предмете надо слушать и не отвлекаться. Палочка. Писки, Софья Андреевна, помешал. Просто в горле что-то пересохло. Садись на место. Может, поговорим? Нам есть о чем говорить? Да что ты как малолетка какая-то? Да ты после своего психолога вырастила. Дмитрий, отвечайте свой вопрос. У меня не вопрос. У меня задача. Отлично. После Александра сразу пойдете к доске. Помоги. Не знаю. Че? Не знаю. Александр, как вы решили вашу задачу в цифровом выражении? Если в условии у вас были только буквы. Как-то так получилось. Математика, блядь, творит чудеса. Че ты доебалась-то? А я просто вот думаю, что за А, Б, Ц. Ты че, он наугад все вставил? Камран, палочка. Александр, палочка и на место. Дмитрий. На палочку. Не к доске. Выезжаю на вторичную полосу. У нас в домике. 35, я включаю вторую передачу. Ага. Хочу включить на третью. А тут не, 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 не. Азарь, я по глазам через варенье. Не догнали. И типа они пришли в школу что ли? Серьезно? Искать его из-за этого? Алексей Евгеньевич. Все. Молчу, молчу, молчу. Только не к доске, пожалуйста. Дмитрий, будете как в младших классах. Искать в глазах соучеников ответ. Я уже вырос из этого. В этот раз я уже знаю. Софья Андреевна, я буквально на минуту. Оливия Алексеевна. А вы меня уже и по отчеству знаете. Ну, вообще-то мы познакомились с первым. А я в первый день и рассмотрела, какой бы человек. Так, ладно, это все хорошо. Мне просто нужно вернуть цветы в миди. Так вам уже ученики цветы дарят. Просто так? И не на праздник? А чем вы заслужили эти цветы, а? Он просто хотел. Что? Он что-то хотел? Дайте. Что? Сюда цветы. Это не вам цветы я подарил. Это Оливии Алексеевне. А вам. Это же все еще при Полине происходит. Это такой пиздец. Палочка. Да вы за этот урок столько палочек прописали. Что можно уже забор построить? Что, не смешно? Нет, смешно. Нормально, продолжаем. Алексей Евгеньевич, а вы ничего не хотите сказать? Ну, как его, это вот, это сама, как-то. Так вот я, собственно. Блядь, меня так все разносит, нахуй. Я сейчас откинусь просто, ебаный в рот, блядь. По этой самой даме не хотела поговорить с вами, которая своим внешним видом, господи, прости, совращает наших учеников. А мне что? Одеваться как вы, как баба старая? Когда вы будете довольны? То есть, твои подкаты к училке, это были не шутки? Ты поэтому записался на дополнительные? Цветы, это был подкат? Я просто хочу, чтобы между нами все было. А ты не поняла? Между нами? Как раньше? Да Полина. Вот видите? Алексей Евгеньевич, все из-за нее. Нет, это просто не класс, а дурдом. Я жалею, что пришла сюда на практику. Ну ты... На практику она еще. Димон! Кто-кто? Я жалею, что пришла сюда на практику. Ну ты... Гондон? Наверное, да. Димон мутит с училкой. Блин, иди нахуй, сядь, шляпочник ебаный. Так, звонок прозвенел, урок окончен. Ну, не самый худший, конечно, но хорошо, что ничего не разбили. Есть над чем работать. Так, а ну, а я пойду поговорю с Алексеем. Хотя, камрад, да ну, посмотри в коридоре, там же людей в корне нету. Алексей Евгеньевич. Дмитрий, все косяки прочьены, все вопросы потом. А, да? Ну хорошо. А там за стендом, посмотри, там никого нет. Так, ну все хорошо, спасибо за урок, я пошел. Сейчас он выходит, его менты вяжут. А, да, Роман, если что, заходи ко мне, там чайку попьем, посыстякаем. Ну, по-своему. Подружились, кенты. Пока, Леха. Хуя себе, реально кенты. Что, мы сдружились? В ходе него и проблемы с законом. Так, на следующий урок все, кто не успели ответить, будут отвечать. Дмитрий, вы первый. Да, этот урок не напоминает нашу астрономию. Да, да, кстати. Серьезно? Вы там сидите, фигней занимаетесь. Вам всем хорошие оценки ставит, учитель хороший. Даже планетарий обещал вас сводить. Ты что, серьезно? Мы точно об одном уроке астрономии говорим? Просто на нашем на нас орут, ставят двойки. Полину даже два раза с кабинета выгнали. В смысле? Она же за журналом выходила. Ну, похоже, не один ты что-то скрываешь в ваших отношениях. Что? Эх, Дим, тебя там Держки зовет. Опа-очки. Ну что, готов? Заходи. Оливия Алексеевна, здрасте. Мы тут буквально на пять минут и уйдем. Просто хотели обидеть. Чуть-то они в зеленую все переоделись. Оливия Алексеевна, меня зовут Дима. И это я вам сегодня прислал. Вернее, меня это старшеклассники заставили сделать. Чтобы вы у них больше химии не вели. Эти старшеклассники? Нет, из десятого. Дима. Спалили лицо Димы, блин. Надо было назвать такое. Нормально бы кликбейт получился, мне кажется. То есть вы хотите, чтобы я поверила, что это просто совпадение? То есть ваше Дмитрий имя и ваше Дмитрий просто совпадение? Хотите верить? А, это же дерзкий придумал. Все хотите, нет, но свинью прислал вам я. То есть свинью не вы подарили, а цветы? Цветы я. Просто я не хотела, чтобы вы думали, что я способен на такое. Ну, за цветы спасибо. Хотя я думаю, что ваша девушка не сильно обрадовалась. С ней я разберусь. Честно, я не понимаю, о каких цветах идет речь. Но, надеюсь, заявление вы заберете, чтобы нам полиция больше не приходила. Какое заявление? Полиция вообще-то ищет директора. Ну да, а это из-за свиньи, мы в курсе. Вообще-то директор пытался скрыться от погони. Очевидно, что это было не из-за свиньи. Как же меня бесит, что они нихуя не понимают. Теперь вы лишили уже права. То есть полиция приходила именно из-за директора? Ученик, какие еще ко мне вопросы? Лично у меня больше нет. Простите еще раз, что все так получилось. Дмитрий, вы вроде бы неплохой парниша, но постоянно попадаете в какие-то неприятности. Напоминаете меня в вашем возрасте. Сколько вам лет? А ты куда яйца катишь, Суни? Мне пора. Пусть все пошло немножко не по моему плану, но вроде все нормик. А с мелким что будет? По идее, с ним все должно быть нормально. Он только в пятом... Короче, только в пятом классе. Химия у него аж через три года. Она его забудет к этому времени. Наверное, так что все будет окей. Малина мне врала. Че? Это все, конечно, дикое интересное. Че врала-то? Но можете выяснить свои отношения, они здесь? Да это гребаный стыд на всю школу. Че, садись у кого-то ко мне в кабинет. Так. Тут нужно приезжать на стол. Точнее, я с моим разом. Точнее, я с моим разом. Отсу. Ладно, Димон, я пошел. Отец? Официально теперь ты позорище всей нашей школы. Да я даже твоя бабушка не любит. И палочки всем ставлю. И Оливия Алексеева тоже не любит. Потому что она молодая и красивая. А что происходит? Лучшая бабушка ученика Александра из восьмого класса. Ну, Саш, из хороших новостей тебе... А что в этом плохого? Будь позорищем еще полгода. Что в этом плохого? Ты перейдешь в девятый и перестанешь быть внуком лучшей бабушки ученика Александра из восьмого класса. Ну или поменяют подпись. А Полина, наверное, домой смылась. Да? Короче, очень хочется узнать. Ну что, ребят, это было третье видео за пять дней. Мне кажется, что команда наших школьников заслуживает твоего лайка. Прямо сейчас нажимай на кнопочку, что нравится. Я ее помню, но... Под этим видосом соберем более ста тысяч лайков до конца этого вечера. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. И всем пока. Короче, видимо, это все те учителя, которые больше не появятся. Скорее всего, с ними реально так попрощались. Потому что, да, завучу мне тут подсказывают. А так, по поводу серии могу сказать, что... Просто заходит серия. Вопросы миллион штук. Что происходит? Куда мы попали? Че за херня? Ну, это прикольно. Типа, просто интересно посмотреть, что будет в конце. И в конце появляется еще больше вопросов. Че с Полиной, блядь? Какой отец? Почему он пришел туда, короче? Ждем следующей серии. Три серии в неделю? Постарались. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И обязательно залетайте на мой стрим, а еще в телеграм-канал. Спасибо большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok.